Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Проекты будущего. В Чебоксарах обсудили вопросы развития региона. Давайте споем, друзья! В День защиты детей в столице республики состоялся флешмоб. Спорт сильных. В Чебоксарах прошел открытый турнир по кикбоксингу. Для участия в финале конкурса «Рублевая зона» в Чувашии приехал телеведущий председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня с ним встретился глава республики Олег Николаев. Союз журналистов России выступает одним из организаторов конкурса «Рублевая зона». Сейчас общественная организация приобретает все больше вес в жизни страны. Это одна из крупнейших в России и в мире творческих групп, объединяющая более 70 тысяч журналистов. Владимир Соловьев входит в комиссию, которая занимается распределением субсидий, печатным СМИ по всей стране. Речь в первую очередь идет о сохранении национальных языков. Каждый год до полумиллиарда рублей распространяется и получают около 700 средств массовой информации. Большинство из них на национальных языках. И мы очень внимательно относимся к тому, чтобы беречь вот это богатство национальной языки всех наших республик. В Чувашии 500 человек являются членами Союза журналистов России. На территории республики проводятся всевозможные форумы для представителей СМИ. Одним из оригинальных является съезд юных журналистов «Волжские встречи». В этом году они собрали будущих специалистов из 37 регионов России. Глава Чувашии отметил, что республика готова к более тесному взаимодействию с Союзом журналистов России. Мы всегда рады также быть площадкой для обсуждения различных вопросов в области журналистики. Если будет у вас такая вот возможность, мы с удовольствием примем. И здесь мы исходим из того, что, конечно же, приезд вот такого большого количества журналистов в регион даст возможность еще больше вовлечься нашим журналистам. Ну а то, что мы будем поддерживать их участие в тех форумах, которые вы организовываете, здесь можете даже не сомневаться. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Республика стала площадкой для обсуждения важных для развития регионов вопросов. На круглом столе с участием федеральных экспертов в области экономического развития говорили о том, какие инвестпроекты намерены реализовать в Чувашии и что для этого необходимо. Опыт показывает, что инфраструктура – это то, чему нужно уделять особое внимание. Так, в рамках проектной деятельности в республике уже начато строительство нового цеха Чебоксарского мясокомбината и завода объемно-блочного домостроения, реконструкция аэропорта. И это те элементы, которые позволят поднять на новый уровень экономику всего региона. Олег Николаев подчеркнул, у республики есть все шансы для экономического прорыва. Республика удерживает позиции по устойчивости региональных финансов и открытости бюджета Чувашской республики, достаточно низкой долговой нагрузки в плане государственного долга и имеет великолепные возможности привлечения соответствующих ресурсов для реализации инфраструктурных проектов. Глава добавил, что именно опережающее проектирование позволит открыть новые горизонты для развития региона. Уже готова проектно-сметная документация почти на 2,5 миллиарда рублей. И до конца года сумма еще увеличится. На эти проекты опережающего развития выделят 375 миллионов рублей из бюджета республики. Инфраструктура, она не просто делает жизнь лучше и современнее, но она прежде всего создает условия для развития бизнеса и вовлечения территорий в оборот, и других активов, которые без такой инфраструктуры либо ничего не стоят, либо даже приносят отрицательную стоимость. В ходе обсуждений федеральные эксперты сошлись во мнении, что Чуваши экономически активный и перспективный регион. И при грамотном финансовом подходе самые амбициозные цели и задачи достигаемы. Многие строители и многие представители бизнеса Чуваши просто не знают о тех возможностях, которые есть для того, чтобы их проект реализовать. Вот это один из важных итогов сегодняшнего мероприятия. Дальше те, кто приехал сюда из институтов развития, из органов власти, они увидели, что Чуваши очень красивые, что у нас замечательный город, и что здесь есть реальные большие возможности, которые можно реализовать. У нас очень хороший образовательный потенциал и очень хорошие заделы приборостроения в электротехнике. То есть в таких перспективных отраслях эти отрасли должны получить дополнительную поддержку, в том числе с помощью развития инфраструктуры. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов. Республика. Второй день финального этапа «Рублевая зона» посвятили обучению журналистов, специализировавшихся на финансовой теме, появилась возможность пообщаться со специалистами экономической сферы. На дискуссионных площадках журналисты вместе с ведущими российскими экспертами обсудили такие темы, как рост фондового рынка, категоризация инвесторов в России, ситуация с защитой прав потребителей финансовых услуг на российском рынке и другие темы. Присоединились журналисты республиканских СМИ, победители прошлых лет, представители отраслей финансового рынка России. Вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Подробнее об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске. Сегодня Международный день защиты детей. В республике проходят различные конкурсы, акции, приуроченные к празднику. На Красной площади в столицу Чувашии прошел флешмоб под названием «Давайте споем, друзья». Его инициаторы – Союз женщин Чувашии и администрация столицы. Известную песню пели и взрослые, и дети, в их числе и участники школьных художественных коллективов, ученики и педагоги музыкальных школ. С этой песней объединиться, посмотреть друг другу в глаза и попытаться создавать вместе совместные проекты. Потому что каждый по отдельности работает достаточно проникновенно, но понятно, что когда объединяются усилия, мы можем гораздо больше. Мы надеемся, что мы больше привнесем интересных мероприятий для детей, для взрослых. В очередной раз объединимся и станем еще сильнее. Несмотря на пасмурную погоду, в первый день лета участники флешмоба находились в прекрасном настроении. Наш хор каждый год выступает на День города, День защиты детей, День Победы. Я счастлива, потому что петь всегда удовольствие. Все больше и больше детей хотят принимать участие на концертах. Здесь есть школа, есть подружка. Я с ней встретилась, мы пели вместе песни, мне очень понравилось. Быть ребенком – это хорошо, потому что для тебя все делают, и ты счастлив. Участниками праздника стали и воспитанники Чебоксарского центра для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они получили в подарок планшеты. Мы приглашаем подняться на сцену Татьяну. И 16 лет. Анастасия Братцева, Наталья Гордеева, Георгий Кривошейн, Республика. В рейтинге региональных систем образования за 2020 год Чувашия вошла в десятку лучших. Об этом сообщил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко. На совещании в режиме ВКС присутствовали все главы муниципалитетов Чувашии. Федеральное ведомство оценило региональные системы образования по 49 показателям. Безусловно, на первом месте результаты обучения детей, организация рабочего процесса, внедрение новых методик и технологий. Такая оценка качества образования прошла впервые. Планируется, что мотивирующий мониторинг будет проводиться и среди муниципалитетов. Ключевая цель национального проекта образования – войти в топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования, напомнил глава региона. Очень важно сделать так, чтобы ребятам было интересно учиться, вовлекать их в процесс развития самой системы обучения. На совещании обсудили вопросы ранней профориентации, выявление особо талантливых детей и дальнейшее их сопровождение. Собираем уже на площадке школы соответствующих компетенций, которые актуальны сегодня как в высшей школе, так и в производстве. Ну и тем самым их передаем детям, а дети через такое взаимодействие получат не только современные необходимые знания, но и видят перспективу самореализации и возможности достижения, ну я бы так сказал, может быть иногда кажущихся космическими задачами. В ходе совещания также обсудили новый подход к назначению руководителей муниципальных органов управления образования. К рассмотрению кандидатур будут подключаться специалисты Минпросвещения страны. Это должно повысить профессионализм местных управленцев и их ответственность за конечный результат, считают участники заседания. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. С наступлением летних каникул у многих родителей возникают вопросы, чем занять детей. Неплохо бы отправить младших в лагерь, а старшие сами не прочь немного заработать в летние месяцы. Но не у всех есть такая возможность. Вице-премьер правительства Республики, министр образования и младежной политики Алла Салаева и министр труда и социальной политики Алена Елизарова провели совместный личный прием. Жизненные обстоятельства у всех разные. Так случилось, что Людмила Анатольевна заменила своим внуком родную маму. Она опекун троих детей. Понятно, что с деньгами туговато. Ей бы очень хотелось отправить маленького внука в школьный лагерь, а старшего временно трудоустроить. Но бабушке отказали. Нам сказали, что пять человек всего на класс, и все же места занятия в уезжей нельзя. Говорю, одного ребенка из малой имущественки, не полная семья, мама от них отказалась, трое детей нет. И я прямо улучшил. И он сейчас решил. Понятно, что государство защищает такие семьи. Они вправе рассчитывать на поддержку. Какая-то странная ситуация, потому что... Ну, она в принципе странная. Да, тогда я говорю, да, Людмила Анатольевна, что вопрос решен, но мы потом с вами в рабочем порядке вернемся к этой истории. В этом случае все закончилось благополучно. Проблема решена. На личный прием пришла и мама двоих детей, один из которых с ограниченными возможностями здоровья обучается на дому и требует постоянного внимания. Младшая же дочь ходит в детский сад, который расположен очень далеко от дома. Молодая мама теряет немало времени в дороге, чтобы привезти и отвезти ребенка. Все ее попытки перевезти ребенка в ближайший детсад не увенчались успехом до этого личного приема. Этот вопрос тоже решен положительно. Инесса Потапова, Владимир Синдеев, Республика. Ребенок – главный пассажир. Под таким девизом прошел конкурс фотографии управления ГИБДД по городу Чебоксары. Чествование победителей состоялось в детском саду номер 206. Инспекторы не устают повторять. Прежде чем посадить маленького ребенка в автомобиль, необходимо выполнить все правила безопасности. Во-первых, установить детское кресло, желательно в середине заднего сиденья. Во-вторых, отрегулировать ремень безопасности, чтобы не давил на детскую шейку. Автокресла и автолюльки, установленные на переднем сиденье, должны иметь штатные ремни безопасности. И, разумеется, необходимо соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. О том, как они выполняют эти правила, участники конкурса рассказали с помощью фотографий. Данный конкурс был проведен в рамках организации безопасного дорожного движения и правил перевозки детей. То есть на данном у нас в конкурсе участвовало более 500 фотографий. Было выбрано 10 финалистов. Среди 10 финалистов оказалась семья Тиминых. Фотографию конкурса сделали при интересных обстоятельствах. И, как признается мама, не ожидали, что получится занять третье место. С утра перед садиком папа сфотографировал Таисию в кресле, так как до садика ехали на машине. Хотя садик находится очень близко, то есть специально для этого конкурса. Мы призываем всех родителей обязательно возить своих детей в креслах. Это их безопасность, это их жизнь. Абсолютными победителями стали тройняшки Крымзовы из детского сада номер 7. Семья, где растут Даниил, Захар и Савелий, часто участвуют в городских конкурсах. Это не первая их победа. Фотографию мы сделали буквально, ну случайно, можно сказать. Мы делаем очень часто фотографии детей. Детский сад, в котором мы обучаемся, наши детки обучаются, попросил нас о, значит, такой, ну, правильно будет. Предложили нам участвовать в конкурсе. И мы, естественно, не отказались, приняли активное участие, попросили своих друзей и знакомых проголосовать за наши фотографии в интернете. И тем самым мы победили. В завершении мероприятия для воспитанников детского сада номер 206 сотрудники ГИБДД провели мастер-класс на тему безопасного дорожного движения. Смотрим по сторонам. Не бежим, не бегаем, не прыгаем, не играем. Перешли дорогу. Все. Водители продолжают движение. Ульяна Пятакова, Игорь Зберев, Республика. Оперативный штаб Чувашской Республики провел антитеррористическое учение. Был отработан комплекс мероприятий по пресечению условного террористического акта на объекте жизнеобеспечения столицы. Осуществлена проверка эффективности тактических приемов в непредвиденных ситуациях. В учениях приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, органов государственной власти и самоуправления. Оперативным штабом отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Поставленные цели достигнуты, отметили участники учения. Сегодня в Чебоксарах официально открывается пляжный сезон. Вчера места для купания проверила специальная комиссия. Как и в прошлые годы, без ограничений в городе будут работать 4 пляжа. Центральный, Новосельский, Левобережный и пляж в районе улицы Афанасьева. На них уже завезли свежий песок. На центральном уложили деревянные настилы, чтобы отдыхающим было более комфортно спускаться к Волге. В местах отдыха начнут дежурить спасатели и медики. Они будут находиться на пляжах до 20.00. В ночное время за безопасностью проследят специализированные охранные организации, сообщил в инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. В Чебоксарах состоялся открытый турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Победы. Участие приняли около 70 членов команд спортивных клубов из разных уголков республики. Кикбоксинг в переводе с английского «бой руками и ногами». Спортивная школа Соловьева существует второй год. За это время проведено немало соревнований. В этом году в двух видах «Кикбоксинг Лайт Контакт» и «Бокс Лайт Контакт» приняли участие порядка 70 детей в возрасте до 14 лет. Те, кто в этом виде спорта не первый год, не упускают возможность проявить себя. Нашелся спорт такой кикбоксинг. Меня туда записали. Мне очень понравилось. Я продолжаю заниматься. Это развивает в нем дисциплину, ответственность. И он растет как мужчина. Состязания приходили очень напряженно. Высокая конкуренция, желание продемонстрировать результаты упорных тренировок, целеустремленных спортсменов стали отличной предпосылкой для зрелищных и красивых боев. И это убедительный аргумент в пользу боевых искусств. Не все родители готовы отдать своего ребенка в этот вид спорта. Есть такое мнение, что если ребенок будет ходить заниматься единоборствами, то он начнет налево-направо драться. Я думаю, что это не совсем правильно. Потому что когда он понимает, что это такое, наоборот, он будет вести себя совсем по-другому. Вы можете, наоборот, привести сюда такого знатного задираку, который задирает всех в школе. Но когда он начинает сюда ходить, он становится совсем другим человеком, успокаивается, и его не узнают люди. Кто-то приходит подтянуть физическую форму, кто-то хочет стать немного смелее, а кто-то с детства настолько энергичен, что ему некуда девать силы. После прихода в зал цели ребят меняются, становятся более амбициозными. У каждого свой путь, своя дорога. Мы лишь помогаем преодолевать ее и даем необходимые знания для того, чтобы ребенок стал в себе более уверен. Здесь не только спорт, но и общение. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости Чувашии во вторник, 1 июня. До свидания.